Начинаем работать. Меня зовут Ярослав Романчук, кто еще не знает, я руководитель центра визиса, центра стратегии, руководитель центра стратегии Олеговича Заика. Прошу любить и жаловать, это наше, наверное, 13-е мероприятие в период школы, традиционное flagship event, то есть событие, которое, с одной стороны, суммирует результаты интеллектуального сезона, как вы знаете, у нас каждый сезон футболочки такие с разными интересными лозунгами, и одновременно мы ставим задачи на новый сезон, мы анализируем то, что произошло, и на самом деле тот социальный, тот человеческий капитал, который здесь собрался, это человеческий капитал, который помогает решать задачи нашей, Белоруссии, бизнеса, общества, ближайший интеллектуальный сезон 2018-2019 года. Задачи у нас простые, мы являемся с вами, то, что под бизнесом изучить, мы лидеры общественного мнения в той или иной форме, и поэтому я придумал какую форму презентации, чтобы не говорить, каждый встает и говорит там 3-4 минуты про себя, большинство из вас получило анкеты, запомнило, выслало мне, я их обработал, анкеты с вопросами, которые задавались участникам форума стран ОССР, это страны, самые богатые страны мира, был форум в мае 2018 года, и вот они тоже эти 17 вопросов, которые у вас были, они тоже их получили. Мне интересно было просто сравнить, насколько мы, как лидеры общественного мнения Белоруссии, по взглядам отличаемся от лидеров общественного мнения стран, которые являются самыми богатыми, продюсивными. Знаете организацию ОССР, это 34 страны, где по сути дела все развитые страны, там еще есть Мексика, в общем-то и другие, но тем не менее, куда стремятся попасть для того, чтобы там участвовать в этом вот, таком мозговом интеллектуальном штурме работе. И вот, не во всех вопросах, есть колонка, есть в 2017 году, та же организация заказала опрос, ценностной опрос населения в своих странах, 32 страны были опрошены, вот, и в отдельных вопросах мнение людей представлены. То есть вы, это люди, отличающиеся от просто обыкновенных людей с улицы, да, и вы сравните свои вопросы, ответы на вопросы с мнением таких же, как вы, ваших коллег, партнеров в богатых странах и, с другой стороны, с мнением людей. Выбор вопросов не смечает, потому что все зависит от того, вот мы живем в два времена, когда вот совершается там четвертая промышленная революция, роботы, искусственный интеллект, с одной стороны, с другой стороны, война, с другой стороны, там, долги-долги. То есть, как говорят, многие, время полной неопределенности, слома старого, напряжения, реально войны идут, и гибридные, и горячие, и где угодно. И вот мы пытаемся понять вообще, как мы к этому готовы, да. И отношение наше к жизни, оно неправильное, неправильное, здесь нету правильных-неправильных ответов, здесь просто есть ваше мнение. Поэтому я очень рассчитываю на то, что здесь мы будем вести себя вежливо, корректно, но очень активно, потому что на наших школах не бывает учителей, там, и подчиненных, тех, которые там доставляют, и те, которые доставляют сам. Все, например, с богатейшим опытом, с ресурсами, вот, поэтому я приглашаю вас в диалог, высказываю свои точки зрения, какой бы она ни была. Потому что вопросы, кто-то разбирается в экономике, кто-то в праве, кто-то в управлении, кто-то в искусстве, кто-то в любви, вот. И всегда какие-то отдельные аспекты очень интересно добавить вот в эту дискуссию. Для начала еще позвольте представить наших зарубежных гостей. Гейш и Ильичи, а я Ильичи, кто из больших? Это наши друзья из Голландии, наши партнеры долговременные, вот они стараются регулярно быть на наших мероприятиях, они представляют правящую партию Голландии. Вот я когда был в Голландии, встречался с премьерминистром, с министрами, вот эти люди, которые работают непосредственно с... программами, он путешествует по всему миру, изучает, и потом, вот у них так поставлена работа, что вот аналитическая работа, которую сделаны, делают они, и вот этот такой staff-эксперты, потом идет, кладет на стол к премьерминистру, полисимейкером, вот, и это как-то так иначе включается в работу, и так формируется, собственно, политика голландского правительства. Они люди открытые, значит, I'm talking about you. Только по-английски, пожалуйста, к ним обращайтесь, они много всего расскажут, ездят по всему миру, очень интеллигентная, поэтому давайте приветствуемся. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас также есть Миша Камчатный, Миша, вот это наш друг Скалькова, вот он руководит центром, как Миша называется, конкуренции? Институт свободной. Институт свободной. Тот же человек, который очень много знает о том, как общаться с людьми, участвовал в десятках разных политических кампаний, вот, и сейчас он больше, как бы, сконцентрирует, сконцентрирует, в том числе, на предбюжении идей. Будет еще наш коллега из Киева, который просто опоздал, шесть часов простоял на границах, и он доед к вечеру. Вот. Бюджет не будет представляться, как из России, потому что наш человек здесь Баранович. Да. 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 Человек, которого сделал продукты больше миллионов аудиторий, что не хотите стать обладателем миллионной аудитории в интернете, это очень важный сюжет. Вот, Женек, тот пример великолепного борца за свободу, который знает, освоил это, и является ключевым, как бы, как это называется, энком. Лидером мнения, особенно в вещах, связанных с криптовалютами, с новоэкономикой. Баранович, вот звезда наша выросла всем на радость. Спасибо. Это я только обращаю, потому что каждый еще будет отвечать за себя какие-то вещи, я просто представляю людей с разных других стран. Очень большой привет вам передает, к сожалению, поехал в Шанхай заключать большую сделку. Сказал, мы об этом сделке узнаем в понедельник, вторник, Виктор Прокопенко. Он душой с нами, и не только душой, ресурсами. Человек, который реально влился в адвокасе компанию. Вот, и это, конечно, очень большой сюжет, когда вот люди с IT-сферы начинают общаться с вопросами, связанными с традиционной экономикой, чтобы помочь нам всем сделать нашу экономику, нашу жизнь лучше и интереснее. Так что говорят, вы о сделке узнаете на следующей неделе, и все ахнут. Он даже мне не сказал, что это за сделка, но я думаю, что что-то такое будет очень даже интересно. Вот, еще об одном конкурсе, прежде чем мы начнем, конкурс фотографий. У вас у каждого есть гаджеты, есть фотоаппараты. Поэтому в конце школы мы подведем итоги конкурса на лучшую фотографию в лагере. Опять будет щедрый материальный риск, это поощряет. В течение всего во время работы сбрасывайте фотографии мне, что вы потом можете с надписью даже, да, потому что потом мы сделаем презентацию, и там 20 финалистов, вот, мы будем голосовать демократично за то, чья фотография самая лучше. Потом у нас, смотрите, у нас еще есть те, кто участвует в нашей школах, в первого дня знают наш сюжет. Мы разыгрываем на интернер-релационных разной книжки, вот, очень интересные. Тот, кто не читал, тот к тому горячо рекомендует, потому что книжки касаются... Вот они, конечно, не попсас, вот, книжка про власть, книжка про деньги, да, книжка про самое большое заблуждение... Сейчас книжки послеваем. 20 века «Великая депрессия в Америке». Вот, это книжка, которая должна быть на столе у каждого человека, интересующегося экономической историей и кризисами, да. Потому что явление, которое на самом деле является самым мистическим историей, которое очень мало знают пропустые люди, свели его просто какому-то простому там шаблонному объяснению, а на самом деле видите, сколько книжек с цифрами, с фактами, что реально в то время случилось. Вот, реально рекомендую не допускать ошибок Русинта, который бы Богом стал большим социализатором Америки и всего мира. Вот, так что эти книжки будем в течение нашей школы разыгрывать. Интеллектуальные амбиционы очень простые, понятные, так что тут не надо ничего опасаться. Вопросы связаны с логистикой, с размещением. Волода, партнер, друг, лидер общественного имения, вице-председовщина, я думаю, надеюсь, регионы вообще Белоруссии. Вот, и это очень хорошо, когда есть такая команда, на заглядение всей страны, без преувеличения лучший регион, который показывает другим регионам, как нужно работать. Окей, значит так, знакомство будет происходить себе на чему. Почему стали жить лучше? Ты скажи пару слов про себя и вот... Расскажи про себя. Почему ты стал лучше? В контексте... Почему я стал жить лучше? Я вырос. Я вырос и стал лучше. Почему ты считаешь, что вот такое, по сути дела, консенсус у нас, что мы стали лучше? Ну, собственно, ты про себя рассказываешь в контексте... Кто не знает, это Александр Рогеенко, номер один, всю жизнь в кисках, директор спектра упаковки, фабрика спектра упаковки. Мы делаем упаковку из говкокартона, говкокартон... 50 человек работает у нас, 80 человек. Ярослав, как я понял? Что я должен принести? Один вопрос. Почему, с твоей точки зрения, в последние 20 лет мы стали жить лучше? Кто сделал свою работу хорошо? Правительство, профсоюзы, ты лично, ООН, президент, Витебский офис полковник... Так вот, получается, 98-й? Да, 98-й год, 97-й год. Кто эти 10% меня интересует? А сейчас... 98-м годом особенно. Слушайте, ну реально, это те, которые не жили в 98-м. Да, наверное, лет 18-м. Каждый отвечает за себя. Он лично субъективно восприятие. Ну, с точки зрения экономики, уровня жизни людей, вообще богатства страны, конечно, стали жить лучше. Жизнь лучше, в разы... Почему нет? Это констатация, да? Приходят тебе, с одной стороны, сторонники большого государственного варианта. Госрасходы 50% ВВП, профсоюзы мощные, международные организации есть там, ЕС образовался. Вот поэтому мы стали жить лучше. Согласен? Согласен? Конечно. Подожди! Или государственная социальная программа так хорошо сработали в Беларуси, что у меня появились возможности делать бизнес, и за счет этого я стал жить лучше. Согласен? Ну, ты про кого? Мы же все стали жить лучше. Подожди, 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 я... Саша там... Мы стали... Мы стали... Вы старался. Вы старался. Кто? Номер... Гроза. Гроза. А ладно, Гроза. Гроза контролирует. Гроза контролирует. Гроза контролирует. Как минимум, вчера грабил МНС, они улыбались. Первый этаж этот вот плакал, второй этаж улыбался. То есть, относительно недавно это еще было невозможно. Это был сверху или снизу? Посреди его! Потом поднялся наверх, а там уже улыбались. Я даже относительно угаса не дошло о развитии беспринимательства не о котором рассказали. Поэтому, секретно. Да, они уже улыбались на втором этаже. Поэтому, на самом деле, я поддерживаю. На самом деле, законы стали лучше. Просто, ну, надо гибче быть товарищем и все. Гибче! Гибче! Факт-со-на-турак. Это масса. Да, я тоже согласен, что... Жизнь стала лучше. В целом, да, в целом. Главное, почему? Вы знаете, мы... По всему. Мы сейчас так любите. Жизнь стала лучше. Окей, дальше. И государственное общество... Ну, смотрите, мы все должны понять, а вот здесь причина следственной связи. Кто является источником того, что мы стали жить лучше? Технологии. Саша, не семья, а технологии. Ты, на самом деле. У меня лично, я тебе хотел заявить. Максим говорит следующее. Все, значит, и важно. Ты, конечно, молодец. Семья, конечно, молодец. Но без технологий, мы бы сказать, что это лучше. Согласен, очень хороший ты. Технологии. Общий уровень богатства вообще в ней. Это все сказано. Это все сказано. Это все сказано. Настя, потом Лия, потом Иван и Игорь. Ну, я скажу такую вещь. Мне пришла эта идея. Я не хочу сказать. Мне пришла эта идея в голову. Наши агентка номер три. Что, скажем так, то, что накосячили в девяностых, надо было разгревать. Разгревать надо было с помощью финансов, которые привлекали со стороны. А, допустим, европейские финансы требуют от нас развития экономики совсем в другом направлении. Развития демократии. То есть это тоже... Нам пришлось подстраиваться. Пришлось эти законы удушать. Пришлось как-то становиться гибче в экономике. Можешь сказать, что мы стали демократичнее? Нет. 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 А как мы демократичнее? Это знаешь? Он тебя спрашивает. А, окей? Чуть-чуть, да. Я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Иван Рак не из списка, прошу прощения. Это просто казалось безумная ошибка. Но это человек номер... Иван Рак, представитель немецкой компании Утсин. Очень интересная компания. Корпорация одна из самых лучших по производству полов. РНП. Занимаемся половой жизнью. У вас все в порядке складывается. Ярослав, можешь присесть? Да. То, что Беларуси стали жить лучше, по многам виноваты наши соседи. Именно Литва и Польша. То есть они нас стали вытернуть за уши. Не-не, влияние от этих стран, первоначально на капиталы Беларуси пошло именно оттуда. Оттуда пошли первые деньги, первые шмотки и все остальное. Поэтому, в отличие от Российской Федерации, от других стран, да? В Беларуси первые пошли, что такое там помада купана, что такое через мобильный польский и так далее. Поэтому это очень важный фактор. Беларуси сами обеспечили себе, скажем, как некое право на лучшую жизнь, да? Да, в отличие от России, которая на декор, ну, там, позади, как с информацией. Окей? Пожалуйста. 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 Номер 10. Мы стали жить лучше, потому что мы живем в змеи возможностей, у нас есть право выбора, свободы выбора. Мы можем, если не в этой стороне, в этой стороне, мы можем достичь того, что ты хочешь. Ну, смотрите, если бы у вас выбор-то будет, да? Государство, международные организации, соседи, банки, технологи. Вот как бы вы ранжировали источники, собственно, этой лучшей жизни? Если бы у вас все говорили, технологии есть, технологии, мы уже все не ставим, да? Вроде бы. Не знаю. Тестировать. Наверное, все вместе. Все вместе. Лидия. Ну, конечно, я представляю бизнес-ассоциации. Лидия Ковая 23. Минский столичный совец предпринимателей, мы непосредственно участник вот этого улучшения. В течение, ну, как минимум, 20 лет. Потому что все, что здесь называли, безусловно, сыграло свое влияние, оказало, но предприниматели в первую очередь. И предприниматели внесли, в том числе, использование технологий, управленческие моменты, какие-то новые новаторские идеи, новое производство, новые рабочие места, гиперномогоплательщики. И плюс ко всему мы научились вести диалог. Потому что без правительства просто прослойку выдернуть предпринимательство, это тоже ничего бы не дало. Необходим был грамотный диалог с правительством. В течение 12 лет вы видите эти изменения благодаря национальной платформе бизнеса. Поэтому эти улучшения в комплексе принесли то, что жить стало лучше. Ну и жизнь стала интереснее, потому что удивляет вообще просто, ну, такими ситуациями, что наши ряды постоянно пополняются топ-менеджерами из власти. И то, что чиновник возглавил в очередной раз бизнес-ассоциацию... Поэтому жить стало лучше. Да, мы надеемся, что станет еще лучше. Да. Я не хотел хуже, а сейчас мы не получили. Вот мы и посмотрим на сколько банкай не мог. Включились, мы все упорство получили. Я сделал хуже, да. А другие, наоборот, не получили такой результат. А это положенное мнение есть вообще? Есть. А то мы услышали только все. Сейчас, секундочку, сейчас... Роман? Нет, нет. Давай. Я тоже считаю, что жить стали лучше, но мне кажется, чистый, бег в этой эльбинской мере. Низкой массы. То есть начинали просто с полного зла, а теперь неполное дно. Теперь будет тяжелее. Да, да, да. И опять-таки вопрос выборки, мне кажется, очень большой. Друзья, мы говорим, топ-менеджер. Это люди, это не народ, да. Тут народу оказался вопрос такого, поэтому вопрос оптимизма, да, вопрос о центре прошлого. Значит, потом покрытого целый ряд цифр, которые, на самом деле, заставят задуматься относительно того, насколько однозначно будет 90% консенсии, да? Я просто хочу спросить сейчас... Алисия, я бы хотел спросить ваша оптимизма об этом. 55% людей, которые думают, что жизнь была лучше сегодня, чем 20 лет назад. И вопрос, почему люди стали лучше жить лучше, чем 20 лет назад? Да. Потому что, вы видите, партиспенсы из школы, 89% населения, считают, что жизнь была лучше сегодня, чем 20 лет назад. Да. Но вы видите, что, including Недерланды, это только 55%. Да. Почему? Я думаю, что наша экономика росла за долгое время. Я считаю, что наша экономика росла в значительное время. И тогда, в некотором моменте, я думаю, около 10 лет назад, ну, 8-9 лет назад, мы начали начать рессессию. И тогда, вот, 2008-2009, там началась рессессия. И сейчас мы начинаем понимать, что моя семья не будет так хорошей, как мои родители. И Ильича понимает, и люди ее по крайней понимают, что их жизнь не такой будет хорошей, как жизнь их родителей. Да. То есть, те дома, которые покупали их родители, они не смогут позволить себе купить, на самом деле. И вот поэтому, 75 и 89 лет назад. Да. Да. Это мой интерес. Да. Что ты думаешь? Что ты думаешь? Ну, я согласен с Ильичем. Согласен с Ильичем относиться к этому вопросу? Но почему? Какие источники лучших жизни? Какие источники лучших? Да. Город, бизнес, индивидуальные, семьи, сообщества, сообщества. Кто contributed к этой лучшей жизни? Я думаю, что индивидуальное развитие. И благодаря институту и хорошей экономической атмосфере. Хорошая экономическая атмосфера, а также индивидуальные достижения в контексте того, где мы живем. Окей. Друзья, это всего лишь первый вопрос. Слава, а 24% и что делали в контексте? То, что Лиша говорит и то, что я читал в материалах ОССР, когда последние 10 лет идет очень низкий темп роста? Нет, 24% достающего района. А, это не знаю, это не знаю. Я писал только хуже, лучше, потому что там не знаю, нет ответа, я дико опускаю. У нас вот всегда сто процентов. Не помню. Не помню, да, как это было. Смотрите, второе. Вот это вот подтверждение материальной составляющей нашего ответа. ДТП? Нет. ДТП? Нет. Видите, 20 лет практически. И везде, смотрите, такой гигантский скачок произошел последние 20 лет в мире, да. То есть, ну, мир в 2097 году был очень, ну, как 31,32 миллиона, да, а сегодня уже 80 миллионов. То есть, пирог стал гораздо больше. И оснований, да, говорить, что, даже у нас страны СМЕ, смотрите, 554 миллиарда, больше 2 миллионов. Переходные страны, которые там, да? Это в текущих ценах без, в долларах США. Текущие цены в долларах США. То есть, это не акциональный валюты, да? Что еще? Доллары разные, я всего могу. Слушайте, я говорю, что можно, конечно, реальные курсы, можно паритеты. Как бы с этим было, редкая страна в мире, я не знаю, какой страны, наверное, просто воюющий, наверное, Афганистан или воюющий, там, Ирак, сами жить хуже. Поэтому показать. Потому что, смотрите, даже нас, наша страна, 12,5, 54,4, это очень большой существенный уровень, согласитесь, да? Вот. Потом Россия. Через 35 больше. Вот. Украина, да? Вот 52 было, стало 110. В два раза всего. То есть, здесь оставались. Вопрос второй, который логично задать, да? А кто зарабатывал эти деньги? Насколько, как бы, равномерно распределялись в экономике? Вот вопрос равенства тоже очень важный, потом будут обсуждать его. Потому что, одна из претензий, вот почему, например, вот здесь вы видите 26%, да? А у нас меньше. Потому что, в Западе, тема неравенства, она гигантская. Все считают, что есть там кучка трансно-национальных корпораций, есть кучка миллиардеров, есть люди, которые себе зарабатывают за счет всего мира и за счет, как бы, бедных стран, в том числе. Это тезис, который очень вредный, ложный, и мы с этим будем работать. Окей. Вот у меня тоже самое, как показатель прямой иностранной инвестиции. Было накоплено прямых иностранных инвестиций в мире чуть больше 3,5 триллионов, стало в 10 раз больше. То есть деньги, на самом деле, которые зарабатывали там богатые страны, они искали возможности заработка развивающихся по всему миру. Рентабельность прямых иностранных инвестиций в последние 20 лет превышала 15%. Потому что вы планируете, что такое, грубо говоря, если у вас есть там 1000 долларов, то вы вложив в ежегодную инвестиции, не то что там за 20 тысяч. Вот она достигала такого уровня. То есть на самом деле деньги зарабатывали все, в том числе в 2-4 странах и в других странах, и это было огромным тоже источником роста. И стоите по торговле, экспорт, и про тоже выросли там 8-10 раз. Так что материальные кастома не считают, что мы стали жить лучше, очень много. А все остальное это психология. Даже если у вас там будет зарплата сегодня 1000 долларов, но вы старше, у вас болезни, у вас сегодня кризис. В стране все говорят про кризис. У вас такое ощущение, что блин, куда мы идем вообще? Никакого перспективы нет, все там завтра все умы. Это тоже очень субъективно восприятно. Следующий вопрос. В этом вопросу наша аудитория не совпала с мнением лидеров мнений ОССР. Когда в нашей стране вырастут дети, они будут финансово лучше или хуже, чем родители? Вот то, что Лиши ответила на вопрос. Говорит, сегодня в Голландии многие считают, что дети не в состоянии будут жить точно так же хорошо, как их родители. Друзья, у нас 82% считают, что жизнь будет лучше. Мне интересно слушать мнение Валерия Генка. Вы уже многое видели, да? И как вы считаете, почему дети будут, с нашей точки зрения, жить богаче, лучше, чем мы? Валерия Генка, ну я никто не знает, что я не знаю. Я когда-то создал тот бизнес, которым очень занимаются наши дети, но вот этим семейным бизнесом мы не имеем и процветаем, скажем так. Я считаю, что они были лучше, потому что у них нет тех уздечек или тех путь, которые были у меня или у нашего поколения. Какие путь? Путали. Ну, скажем, морального плана. Не знаю, что они стали хуже. А то, что они не были путаны идеологией. А, то есть там? Да, да. Не были комбулистами, не было образа древней совести о развале Советского Союза? У меня, да. Потому что, моя, так сказать, шкабадизма, она несколько длиннее в одном плане. И я так понимаю, что лет 15-15 изменяется, и я боролся с этим. А это занимало очень много времени, очень много сил, это не мешало работе и обиду. Ну, а кто, то есть, грубо говоря, вы не видите источников, смотрите, 57% стран богатых считают, что они будут жить хуже. Почему? Чего они боятся? Они боятся, что мы станем жить с ним. Если берем кусок хлеба. Я не могу сказать, чего они боятся. У меня есть история о жизни. Я расскажу вслух. В 81-м году я попал после института на работу в Брестской области. Ну, ничего, как-нибудь приспособиться. Значит, деревни глухие, до ближайшего райцентра там 20-30 километров, живут все хорошо. Ну, просто, вот реально, они жили там. У нас такой вот жизни не было. Не было, да. В городе Витебске? В каком городе Витебске? В Беларуси этого не было. В городе Витебске тем более. И, значит, вот, деревни фамилии, ну, как обычно, да? У вас своя была? Да, да. Ну, и там точно какая. Вот деревня. Значит, Мельники я помню. Фамилия Лойку. И, ну, наверное, лет пять назад моя мать призналась, что у моего деда, его отца и ее отца фамилия не Лойку, а Лойка. Да. Да. Вот. Фишка какая. Человек попал в оккупацию. А-а-а. Да. И для того, чтобы не было проблем. А, понятно. Когда, значит, выдавали в сельской местности паспорта, меняли эту букву. Вот, когда ты попадаешь на родину, да, и вдруг тебе там хорошо, люди живут, другая-то, фамилия Лойка, да, ты потом начинаешь вот так, да, от чего мы становимся, или там, каков у нас запас. Там запас и у нас, и прочность, и желание работать, развиваться более, чем в этих всех развитых странах. Грубо говоря, мы хотим стать богатыми, состоятельными, счастливыми и успешными. И можем стать. Что нам мешает? Нам мешает. Тут на курильность. Я говорю, что это не конкретно там какие-то люди, да. Мы говорим про институты, про, грубо говоря, какие-то механизмы, про... Я не хочу ходить в власть. Нет, нет, нет. Смотрите, я сразу скажу. Я считаю, что, например, вот, оценивая то, что творилось в 90-е годы, то, что сегодня позволяет собой, это небо и земля, во-первых, да, и самое главное, что сделала власть, она обеспечила реально сегодня в Белоруссии безопасность. Я понимаю, что я спровоцирую, смотрите. Я понимаю. Я не про это говорю. Смотрите, я вам говорю про источник угрозы, далеко выходящий за нашу замечательную страну. В 2019 году, да, случается обвал доллара. Доллар, включается, да. И вся денежно-кредитная система мира превращается в такое вот то, что было, например, в Белоруссии в 2019 году или в 90-х годах. Вообще нету никакой почвы для какого-то планирования. Либо, например, случается дефолт российского рубля. Не дефолт, а демократия российского рубля. Случается торговая война между Китаем и, значит, Америкой. У нас же Идика, да. И получается, что вы, мы говорим, у нас замечательная власть, у нас есть диалог, нас слышат, да, но многие внешние факторы, насколько они будут определять наше поле, в котором мы живем, работаем, принимаем решения, то, в конце концов, мы его, это опасение европейцев, да, что, в конце концов, с учетом долгов мы все будем жить хуже. Мы будем жить лучше. Я в это не просто верю. Я буду биться за это, сколько буду жить. Да, да, да. Замечательно, супер. По простой причине. Я перейду в 98-й год. Это было больно, это было тяжело в финансовых потерях. Да, да. И все вот эти вот кризисы, да, мы существенно большую прочность, запас прочности. Нет. Потому что у нас мозг работает по-другому. У нас работает, ну, по большому счету… Горько, я буду хитрахать. Выкручиваем свет уже. Совершенно верно. Если мы оставим, например, в сторону технологии, да, то мы выработаем те механизмы, которые нам позволят найти наиболее короткий путь по выходу из этой ситуации. Спасибо. Великолепное отношение к жизни. Супер. Разделяет ее Татьяна. Номер 4. Агенка Татьяна, я с 2000 года позвала витебский филиал Санта и Бонсгрест, то бишь, вам более знакомы, веро, как Санта-Брэлла. Продукция, продукцию в студию. Не заказывали, я предлагала. потому что вы тоже в бизнесе вы тоже что жить безусловно стало лучше потому что я тоже хорошо застала 90-е годы и хочу сказать что даже развитие скажем так моего селяла происходило от 7 человек сейчас у меня 96 но что нам мешает жить учитывая человеческий фактор для меня находится в приоритете скажу профессионализм то есть для меня сейчас не имеет значения кто является профессионалом будь то уборщица дворник или руководитель среднего и высшего звена но с профессионалами вроде бы до молодежь получает образование но не знают образование скажем так ну качественное количественное средства количество больше меньше я считаю что меньше то есть получается так что если а не средства больше известно стало больше почему я хочу сказать что допустим сейчас мы сами может быть детям даем не столько удочку в руки сколько мы пытаемся вложить рыбу посмотрите какие еще мнения кто хочет сказать в защиту ли от имени эти 18 процентов которые считают в беларуси что мы будем жить хуже что дети будут да, дети, да, прошу прощения, дети отвечая на этот вопрос я конечно Александр Ходосов номер 38 отвечая на этот вопрос я ответил не так как это я ответил что будут жить хуже и я в этом абсолютно уверен на чем был скажу из своих некоторых соображений я не буду приводить 90-е годы потому что я могу привести и 60-е годы когда я живя в частном секторе а отец у меня был запожник и была такая служба фин инспекторов когда выходной день закрывалась дверь а он за выходные дни собственными руками делал две пары обуви которые моей бабушка выносила я к чему это говорю но я в это время сидел и пусть там были деревянные гвоздики но я сидел и ему помогал вот этот отрезок времени ну скажем когда предыдущий вопрос будет ли скажем мы жить лучше да я согласен лучше потому что это тот отрезок времени и тех людей которые на мой взгляд почему это случилось потому что ну я могу тут и семидесятые восьмидесятые когда как бы хорошо человек не работал будь то рабочим будь то или или что но он был ушел вот по такой дороге обратила на тебя внимание власть директор вот ты получил должность вот ты получил это потом в определенные ну вот в тех же девяностых или каких годах когда оно отовсюду то есть человек есть такое выражение пусть нет своего счастья так или иначе каждый ну делает себя сам и делает свою жизнь лучше и когда появилась возможность там применить себя там применить себя я абсолютно согласен что и огромное число предпринимателей все сделали и делают огромное дело но многие те которые не включены ни в союзы никуда но они тоже они живут стали жить лучше но все потому что работают сегодня вот почему я не согласен с последним что будет с детьми но так приходится что в сферу своей деятельности я очень много работаю с молодежью потому что в сфере обслуживания все время приток и я доподлинно известен в городе витебске при наличии учебных заведений которые по три года готовят специалистов будто там поваров и этих самых официантов я их беру на работу они вообще как будто они нигде не были три года ничего но мало ли что они не умеют они не хотят и вот как последний скажем вы санитаризируете статья до получается что нету капитанции нету желания иждивенчество растет да и и вот именно на это у молодежи вот даже последний пример вот недавно прошел в городе литийский фестиваль славянский базар и наше предприятие помимо гостиницы имела четыре объекта общественного питания которое обслуживало только гостей фестиваля в том числе только аккредитованных лиц для этого были сняты площади и вот приняв на работу около сорока человек не своего персонала чтобы было очень ответственно но были там разные методы и только люди которые скажем будь то моют пол посуду или повара где который ну такое отношение к труду там нельзя иначе и двадцать человек молодых официантов когда я проводил собрание я говорю я точно уверен что окончив это мероприятие я отмечу только пятерых я ответил только троих и только они пришли а чему мы так мало заработали и это вот такое срез отношения я за молодежь у меня есть и и дети и внуки я вижу отношения но но к сожалению и это зависит не не просто это ноги и слагаемых зависит за пункта учеба есть люди поколения с фундаментальными ценностями труда и выживания любой ситуации чем собственно валерий говорю потому что вот чтобы не было сорок мы возьмемся мы сделаем мы добьемся да и растет число людей которые овощи все равно потому что мама даст потому что бабушка даст потому что государство в клинике принесет и эта культура иждивенчества к сожалению поражает алексей колбус все коммер у нас 24 отойди пожалуйста цифру мой бизнес это перформанс маркетинг да то есть я люблю все померить и я люблю знать кого прожить когда прожить каких условиях и посмотрите вот это же страны с устойчивой экономикой и приблизительно похоже что-то стал сказал что будут лучше кто-то хуже но баланс приблизительно есть это мы все говорят что будут жить лучше этому есть реальное объяснение если предположим средняя статистическая заводная страна какой-нибудь бергер у него проводят опрос ну да может быть я буду ездить лучше я ездил на мерседесе б-класс а я накоплю и куплю себе е-класс или например кто сказал что хуже дизель кейт он там скажет ой похоже моя машина никуда не годится мои дети будут мучиться не знаю на чем ездить или черных набежала и теперь для меня дочь не страшно в школу ходить у меня ребенок из Германии говорит мы там чуть не подрались с мигрантами хорошо что нас там белых больше было в Беларуси и все говорят стало лучше потому что я много видел да я застал еще советский союз и я понял это выражение вот Мухалай мне не даст соврать вот государственные органы статистики да отчет в советское время анекдот был жизнь в нашем колхозе экономика налаживается за прошедший год оголовье свиней у нас на ферме удвоилось теперь у нас в колхозе две свиньи поэтому 82 процента говорит что будет лучше просто потому что кто-то в детстве никогда не ездил на средиземное море в кругосветное путешествие не летал в Америку но я сам счастлив у меня офис менеджер девочка Аня 23 года она вышла замуж и она служим запланировала свадебное путешествие поедет в 14 стран Европы ну кто из моего поколения 70-х годов кто мог себе представить что он свадебное путешествие поедет в 14 стран Европы сейчас это легко поэтому если мы не говорим историю бизнеса если мы не заворачиваемся кто как работает у кого какой опыт какие экспириенсы а поставим себя на место тех кто отвечал это же статистика это опрашивали конкретных людей нас опрашивают нас участники школы и если вы вспомните себя то в детстве у вас не было ни смартфона ни интернета ни кукол помоги конечно дети будут жить лучше ну и против этого трудно спорить спасибо кто его знает кто его знает запятая челюсть труд и вот друзья а теперь я просто еще прошу Лиши и Джиллс почему вы верите что твои дети будут лучше в 20 лет почему они думают что они думают потому что 57% абсолютно и 58% и 58% ну если вы видите медиа в нашем стране они которые говорят медиа в связи с информацией они много пишут об внешние угрозы например мы видим терроризм ну 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 эм ну стабилизация в круге да да там Это огромная информационная информация, но очень негативная информация. Трамп, Брэкзит, все, все разрушает. И это почему люди нестабильны, и я думаю, что это происходит в этом поле. Люди не видят определенное будущее, поэтому вот такие результаты. Да, я согласен. Для нас это неизвестно, где нужно. Может, для людей в Беларуси, вы всегда посмотрите в Европу. То, что он говорит, для голландцев неизвестно, куда развиваться, куда идти. Потому что до них какого-то уровня предела достигли. И там, кризис, не кризис. Но мы все видим пределы предположения, мы все видим перспективы. Поэтому наша перспектива с точки зрения нас, как участников, людей, которые делали сами себя и сами работают, она совершенно очевидна. Анаслав, можно предположить? Да, да, да. Правда, это странно. Люди рациональны более, они думают в логической связи. У нас принято надеяться на то, что в будущем будет лучше. Вот тупая психологическая надежда. Ну, детям будет лучше, в будущем будет лучше. Все. Без рационального осмысления, да. Слушай, ну почему, например? Мы смотрим... Я могу такую версию. Как ты объяснишь? Я понимаю, что хуже будет, потому что кредитная, законодательская, рост государства, всяких вещей. Смотри, ты просто... Я понимаю, что вопрос в том, что есть экономический взгляд, да, когда ты знаешь долги, ты... Налоги на стол, завтра взрастается, оно живет в будущем. Да, и сделает какую-то благополучное будущее. Как вот такой сценарий прагматичный, холодный, достаточно глаголосимистичный. Но, смотри, мы живем в тоже информационном поле, которое тоже не создаёт нам иллюзию, там, не знаю, если ты смотришь только БТ, да, БТ – это, да, классный, там, ойд, это яркий, все классно, все красиво. А если ты смотришь, там, русская, российская телевидение, не знаю, африканская, польская, европейская, там, вот, все, что говорит Джин, там все описано. Теоризм есть, есть, там. Рассовые проблемы есть, войны есть, там, Трамп поставил, там, этих, Италия в руках клоунов, Европейский Союз, там, чё знает, куда идёт, там, Брекзит, не Брекзит... То есть они больше информированы, что угрозы? Нет, мы, получается, угрозы пропускаем его уши. Почему? Они считают что-то реально... Ярослав, нет, есть ещё одна проблема. Проблема неустойчивости финансового института, торговых компаний. Ты как бизнесмен, как бизнесмен. Ну а как? Нет стабильности характерных вкладов, да, и так далее. Если раньше ты имел, там, бесходный пост, на столице какой, да? Сейчас люди не верят уже в это, что там деньги остаются, да? А капсулы поколения, это капсулы? Можно, давайте мы проголосуем один вопрос интересный. Кто верит, что дети или внуки будут получать пенсии? Больше 100 долларов? Белорусс. Если это считать? А государство, государство. Вот кто сегодня считает? При сохранении сегодняшней модели, кто считает, что... Дети или внуки? Я думаю. Будут больше 100 долларов получать? Я думаю. Я думаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять. Собственно, вот видите, церковь 15 процентов на это получается. Потому что, вот смотрите, я просто... Очень интересная табличка, которая говорит про один из фундаментальных проблем той модели мира, в которой мы живем. Это проблема долга. Вот смотрите, это вот разбивка по тому, кто, кому должен, сколько. Понятное дело, самый большой должник Америка. 21 триллион долларов, почти 22 триллиона долга, значит, имеет эта страна. Причем, это и заполняк. Вот. И вопрос обслуживания, такой долг, который есть в Америке при обязательствах системы здравоохранения. При обязательствах системы достигает порядка трехсот, пятидесяти, четырехсот процентов РВП, отдать его без включения резного печатного станка в ержатство. Абсолютно невозможно. Да? То есть, де-факто, если она будет выполнять все взятые на себя обязательства, тогда она банкрот. Но! Вот то, что говорил Алексей, друзья. Потому что, если американцы, их уровень благополучия, я меняю машины каждые три года, я езжу отдыхать два-три раза в год, я меняю жилье и так далее. Это одна модель победителя, да? И если он скажет, например, у тебя ВВП на то, что сегодня будет не 60 тысяч долларов, а будет 30. Грубо говоря, он стал жить хуже в два раза. Но 30 тысяч долларов – это в шесть раз больше, чем сегодня. Это в два раза хуже. Это в два раза хуже. И получается, что мы думаем про то, если мы упадем… Вот, техническая ситуация, да? У нас долг более 50% ВВП. Причем в предстоящем курсе. Валовый долг под 80, да? Представляете, вот случается до конца этого года девальвация российского рубля. Белорусский рубль завязан на российский рубль в коррозине 40%. Наш рубль становится 4. 4, да? Соответственно, вы можете посчитать, где будут заработные оплаты, какая будет долларовая прибыль, какая будет вообще ситуация с внешним долгом, который превысит 100% ВВП. И это будет что? Это будет дефолт. Это будет дефолт. Мы управляем американскими долларами, российскими рублями. Я считаю ситуацию, ситуативные вещи, которые анализируются в разных краш-стресс-тестах, да? И вот вопрос в том, что в Японии, да? В Японии обладает внешним долгом, там, самым, если влашение ВВП, гораздо больше, чем в Америке. 91% долга государственного в Японии – это долг самим Сибиром. Да? То есть, грубо говоря, японцы покупают облигации японского правительства, и это все идет, там, десятилетия, там, 20% и все. Грубо говоря, что может случиться с этими обязательствами? Ну, скажут, вот, друзья, мы сами себе должны, давайте мы сделаем, там, кататься из системы, оставим 15%, как это было в 98-м году, в случае обязательств ГКО российского, и все будет хорошо. Не будет хорошо, потому что будут харакири, будут, там, жертвы, особенно в старших поколениях, люди потеряют какие-то накопления, какие-то вещи. Но, тем не менее, не будет такого коллапса, как был, там, в начале 90-х годов в Беларуси, когда, там, 20-30 долларов заработной оплаты, я думаю, блин, а как поесть? Вопрос, как поесть, вообще сегодня в мире существует только так, где нету свободы, где нету предпринимательства, где есть, там, какой-нибудь, там… В Афганистане. В Афганистане, Деваюда, Венесуэла, Боливия, Северная Корея, вот, собственно, поэтому, когда мы никогда не опустимся на уровне, там, не знаю, Беларуси 95-го года. Ну, вот, я не представляю ситуацию, чтобы это было, но мы же говорим, что, во-прочем, прогресс-то, Беларусь сегодня, там, 5 тысяч долларов на душу населения, да, не 5, подождите, сколько она сейчас? Ну, 5 с половиной, да, 5-4 тысяч. А мы хотим быть, там, питаться 20. Вопрос того, если наша жизнь, вот, дети стали лучше, будут лучше, да, значит, у них такой уровень будет. И можно ли его сделать при существующей системе? Отношение к бизнесу, отношение к пенсиям, отношение к заимствованиям, отношение с внешним миром. Потому что, если мы думаем, что Россия нам будет давать, там, 5 процентов, там, ВВП, если Россия будет покупать нашу, там, санкционку, если она будет давать, там, кредиты, потом испрощать, это, наверное, один сюжет развития, да? А если этого не будет… Ну, он же был. Да. Знаете, чем ошибка прогнозирования, да? Ты берёшь тренд последних 20 лет и проводишь его в будущем. А вот вопрос к нам всем, а будет ли такой тренд в следующие 20 лет или нет? А-а-а, кто там выигрывается, да? Окей. Идём дальше по этому делу. То есть, вот смотрите, долги, да? Обращу ваше внимание на вот на сюжет связанный с этим годом. 70-й год, да? Год, где была позиция долгов частного сектора. То есть, это долг негосударственного частного сектора. Практически, вот, это развивающиеся страны, это развитые экономики, это… как будет это? А, развитые экономики. Видите? И последние вот эти вот… в период, это… в сети лет, да? Количество долгов существенно выросло. Их обслуживание стало гораздо… гораздо более болезненным для экономики. То есть, чем больше ты денег берёшь в долг, тем, собственно, дороже… вот сложнее становится тебе сводить концы с конца. Это то, что… вот смотрите, ведущие должники. Япония, Греция, Ливан, Италия, Португалия. Вот, если взять, например, самые большие страны в отношении к глобальной… дозу в отношении к БВП, вот они, видите? 254… там, где же не видно, по сравнению… 239, 182, 149. Собственно, вот такие цифры. Вот такие цифры. Ярослав, тут же понятно. А как вот Ливан попал в эту… Деньги дают. Деньги дают бюджетная организация, поэтому он, собственно, вот там и находится. То есть, это не просто сюжет, да, который… там, мы можем… Вот, в Геноруссии мы тратим на обслуживание долга на отдачу порядка 8% в Европе. Вот 3,5-4 миллиарда долларов уже. На что? А куда мы потратили детей? Да, Ливан. В этом году мы пригласили… Вы приглашали номер 22. Рубини, все знаете, человек, предсказавший когда-то кризис, этим стал знаменит. Заплатили ему 80 тысяч долларов про бизнес, Альфа-банк. Алла Китова организовал, уговорил его выступать меньше двухсот, он никогда нигде не берет по странам ездить. Приехал в Беларусь, выступил. Ни о чем, 40 минут и так далее. Но в кулуарах были разговоры с бизнесменами на вечернем мероприятии. Он посмотрел город, на каких машинах люди ездят, спросил у бизнесменов, где-то отдыхаешь, где-то работаешь. И потом он сказал, у вас первоначальное накопление? Да. Ребята, что вы себе думаете? Мы 150 лет в Америке, у нас было первоначальное накопление, у нас не было выходных дней. Мы людям давали, мы работали 18 часов, 150 лет. Рабочий день был 18 часов. Мы давали 3 часа на церковь в воскресенье людям. Потом мы перейти на один выходной. Мы накапливали, мы искали, создавали афраструктуру. Я, миллионер на 300 миллионов капитал, могу позволить себе раз в 5 лет поехать в год. У вас нижайшая производительность труда. Средняя зарплата 500, вот такие-то машины. Вы работаете до 17-18, как вы сказали. И ваши бизнесмены вот все 5 раз позволяют ездить в год. А он опросил, кто? На острова, туда, в Египет, Турцию и так далее. Как вы живете, у вас будет крах. И он это все четко рассказал. У вас низкая производительность труда. О чем вы думаете? Поэтому радость психологическая, да, вот тому детскому счастью, пописал и счастье, ребенке. Вот. И то, что сегодня, да, поехали туда-сюда и так далее. Но мы серьезно не размышляем тут. Общество иждивенческое. Иждивенческое. Более того, 15 лет люди получали заработную плату. Основная масса трудящихся наших, не заработанные, нас заставляли платить деньги выше роста производительности труда. Вот. И это испортило целое поколение. Поэтому удивляться не молодежь виноват. Молодежь хочет. По-другому она хочет. И она недовольна вот этой ситуацией. И если мы не сделаем 3-4 тысячи, чтобы они зарабатывали месяц, 2 миллиона молодежи из Беларуси уедет в ближайшие 15 лет. Опять-таки, есть разная молодежь. Потому что есть молодежь, молодые министры и замминистров, которые работают в органах госуправления. И они не являются противниками такого вот отношения, которое писал Владимир Николаевич. Да? Вот. Родились с молодым министром, да? У него меньше ответственности за то, что он делает, чем у человека там после 60-ти. Потому что как-то там какая-то ответственность все-таки включается. Вот. И это тоже одна из больших проблем, что фактор демографии не является фактором вашего пользы. Появляется какой-то цинизм, появляется какой-то там, не знаю, банды, вот хайп, но это не то, не ответственное отношение. Вот, смотрите, следующий вопрос. В отношении того, что происходит, это тоже скорость и технологическая, скорость принятия решений, коммуникации, нравится людям скорость. И здесь мы опять-таки, смотрите, мы на одной волне СОСР, да? 70-78, практически и с людьми тоже. Причем, людям в меньшей степени нравится скорость, чем людям, которые продвинуты, то есть нам сам. Почему? Кому и почему может не нравиться скорость современной жизни? Геннадий Бараборов. Скорость современной жизни? Да. Ну, смотрите. 21% нашей аудитории, да, и 47% жителей ОСС сказали, что не нравится скорость современной жизни. Ну, я объяснил, почему не нравится. Нет, с вашей точки зрения, почему может быть не нравится? Все суетятся, Ярослав. Все хотят сегодня и сейчас. То есть человек, который хочется сегодня иметь, а на перспективу лежит. Вот только что Владимир Карамин сказал, американцы 150 лет работали, чтобы создать. А мы хотим сегодня и сейчас. Поэтому, поэтому, смотрите, накопление и вклад, ты должен знать результат десятилетия хорошего. Хотя бы десятилетия. А сегодня все хотят вот куда бы не вложить, чтобы завтра получить. 100% от прибыли. Да, желательно, да. Нежелательно от прибыли хотя бы 25%. Потому что 5% или 2% или вроде 0. А эти 2% ну это вообще ничто, а вот куда бы прибыли. Как там у нас работают 2%? А как это он? Да. Давайте быстрей, быстрей, быстрей. Ну то есть, в принципе... А вкус к жизни теряется или нет? Вкус к жизни не состоит в том, чтобы сегодня и сейчас. Вкус к жизни состоит в ценностях, которые ты себе вырабатываешь. Они быстренько тебе не сделаются. И в конечном итоге материальное далеко не главное потом оказывается. Те, которые имеют его, они начинают понимать. А поэтому вся эта суета, просто эта скорость, она ничего не дает человеку. Поэтому скорость... Спасибо. Саша Милашка. Я бы здесь хотел сказать то, с чем я сталкиваюсь с основанием. Народу не представляет вообще, как создавать активы, которым мы потом позволили не работать и получать пользоваться этим и благом. Соответственно, на сегодняшний день скорости, которая у нас есть, позволяет эти активы создавать гораздо быстрее. Если ты понимаешь, что делаешь, и соответственно той же финансовой свободы достичь, можно гораздо быстрее. А дальше заниматься творчеством, медицинством, чем угодно. Потому что ты не думаешь о том, как ты поедешь, что ты оплатишь и так далее. Но почему-то мы валим по-прежнему, как в анекдоте, лес с головырученными пилами, строим какие-то непонятные места для своей работы, похожие больше на тюрьму и так далее. Хотя современные технологии позволяют все делать городу. Вайбер, WhatsApp, Telegram, Skype, там все угодно, да? И вопрос. Человек теряется в этом все. И вопрос становится, блин, а что говорить через эти все коммуникаторы? Получается вот Инстаграм, оба, я утром, я вечером, вот моя сосиска, вот мой бутерброд, а вот как я ложусь спать. И это абсолютно хлам просто. Да. А вот на этом вопросе, у Давыдов и Норова, там 12-й, на этом вопросе мне показалось, что люди на самом деле немножко отвечают на него, потому что по-разному его понимают. Я отвечу так, скорость и прогресс, он все-таки расхолаживает. У нас не будет специалистов, который досконально в чем-то разобрался. По вкусу жизни, у моего ребенка столько игрушек, гаджетов, машинок, велосипедное кресло даже есть. В нашем дворе на 300 семей столько не было. Ему не интересно будет. Это ошибка, психологическая папа. Да. Две игрушки вперед. Да, да. Вот на самом деле, вот приходится, да. Ну, а на самом деле, жизнь не будет. Да, пошли. Какая разница, какое количество мессенджеров там и прочих. Ну, девочки и раньше там одевали красивые вещи, да, и показывали себя там в школе или на улице. Сейчас она делает это в Инстаграме большему количеству людей. Аудитория увеличилась. Кто-то писал письма, там, прям эгостолярным жанром страдал, и писал их под 20 штук в день, и рассылал там друзьям. В чем проблема? Ничего не поменялось. Это спам. Да, это только вопрос... Это на пользу. Это вопрос использования технологии, и все. Рано или поздно эти технологии перешагнут в про что-то другое, и в чем проблема будет у вас? Ну, давайте мы немножко остановимся и посмотрим на себя сами со стороны. Вот вся эта гонка, все эти технологии, все эти процессы, они превращают нас в чистейших потребителей. Мы останавливаемся, мы задумаемся, что в мире есть что-то прекрасное, помимо вот этих технологий, гаджетов, процессов управленческих или нет. Я приведу два элемента, как пример. В Минск привозили впервые одна выставка, это 100 работ Дали, настоящего Дали, которого мы могли прийти и посмотреть, и ощутить красоту, впитать от решившихся гаджетов, от вот этих пасков, как говорит Ярослав, я съела на завтрак это, в обед я в это, ножку меня подняла вечером там-там, в таком ресторане, потом в таком ресторане. По статистике, эту выставку посетили всего лишь 470 человек. Минск Дали. Дело в том, что... 10 рублей было и 5 рублей для пенсионеров. Для пенсионеров 5 рублей. Но все открытия этих выставок, они бесплатные. Они приглашаются на открытия. Людям рассылается эта вся информация, это никого не интересует. Рембрандтом нам привозили. По статистике, это было еще меньше посещения. Это центральная идея. Точно. В общем, вот такого человека пальцы сразу придал. Сразу не пойдет. Так вот и платно мы не пойдем. Ребята, это вопрос к нам самим. Вот эта гонка почему не устраивает? Да, скорость еще не это получается. Да, понимаете, мы совершенно задумывались остановиться, прислушаться к себе, прислушаться к красоте, впитать в себя звуки музыки, впитать в себя звуки живописи. И мы вот эту гонку передаем молодежи. И мы удивляемся, что происходит. Красивый цветочек. Я, наверное, нас каждым два часа. Он такой красивый. А он, фу, цветочек. Фу. Саша. Все это цветочек. Два стола. Двадцатилетними критериями назад. Друзья, слушай, поучи. Диалог из разряда того, что ты говорил, оценивать будущее либо настоящее двадцатилетними критериями назад. Вот это тот же самый разговор. Это просто новый этап развития общества. Не более того. Ни один человек не может сказать, хорошо это или плохо. У этого будут свои негативные какие-то последствия. Но наличие вот этого большого медийного контента, который прям вливается в твои уши, глаза, нос и рот. Но ничего плохого в этом нет. Говорить, что мы что-то теряем, нет. То, что мы приобретаем, взял, как можно. То есть даже если посмотреть, там, MIT-шные лекции, которые сейчас в открытом доступе. Курсы английского. Ты можешь дома выучить английский, отучиться в MIT, получить дипломы, стать профессионалом. Было бы желание. Ты за скорость. Конечно, конечно. Вадим. Я хочу, Илья Ивановна, дополнить немножко. Мне кажется, идет подмена понятий. Мы говорим про технологии. И скорость – это технологии. Скорость принятия решений. Скорость принятия решений. Например, если надо акционерам собраться, следовало совещание. Владимир Владимирович проводится. Владимир Владимирович проводит. Мы все проводим, как сказать, вещи. Коммуникация позволяет нам принимать решения более качественно. Замечательно. Вы приняли решение собрать совещание. И голубиной почте отправили куда-нибудь. Через месяц соберемся. Месяц. Мы говорим про технологию. Не решение. А сегодня мы начинаем подменять понятия. Мне напоминает, когда революцию задумывают гении, осуществляют фанатики, а пользуются проходимцы. Фактически инженера создали средства, которые можно обучать, общаться, еще что-то. А занимаются, действительно, используются это не только по назначению. Это как клей. Это прочное соединение или его можно нюхать? Ну, не тревогай. Технологии, они всегда во благо. Как они используются, это трогает. Так, можно... Я пропустил, но Лилия Ивановна выступала точно, как наши вопросы в рулаконе. Мы как с тобой там собрали в 1972 году. Я был куратором, студентами. Пойдем сейчас на выставку картинь современной. Пришло два человека. То, что пришло четыре стана дали, высокий показатель. Дело в том, что вы хотите сразу все общество сделать одномерным. В обществе есть элита, есть масса, есть беломасса. Поэтому элита себе не отказывает возможности посмотреть, послушать и прочее. Мы не можем к ним иметь их деньги, или ладно. Пускай они остаются такими. Понимаете? Тогда на этом ходе вы выглядите, как звезда. А что касается технологии, технологии не решают наши проблемы. Абсолютно не решают. Поэтому чем больше технологий, тем больше мы проблем создаем. Там один из вопросов... Спасибо, Леонидович. Там будет отношение семьи, мы еще к этому придем, да? Но вопрос будущего семьи, на самом деле, он очень важен. Потому что сами технологии могут радикально изменить отношения мужчин и женщин. Когда в Москве открывается первый публичный дом искусственных женщин... Ну, что такого у вас ваду? Вот, Ярослав. Как я подумал? Сейчас вот буду переводить это и так. Я тоже радуюсь. Искусственные женщины. Атификация женщины. А в Москве в Москве. Уже есть специалисты, где есть рабочие роботы. Я говорю про инфуенсу. То есть, грубо говоря, отношения между людьми меняются координально. Понимаете, это виртуальная реальность. Вот эти две куклы, роботы, ощущения. И это все функционал такой, который может реально... на кухне, шкаф открываешь так, что я сегодня выбираю это скорость не знаю, экология кухня, где кто угодно потому что быстрая скорость жизни и мы говорим про опять, давайте сразу перейдем к этому вопросу очень важно вот тоже здесь у нас совпали ответы с европейскими нашими коллегами партнерами, да, 79% нас считает, что ослабли семейные узы и 21% что они укрепили собственно, близко где-то вот к этому показателю вопрос опять если мы все говорим, что самая большая ценность это семья почему тогда институт семи находится в такой раз начнем с Игоря Барушко номер 7 да, это я, здравствуйте у нас ну смотрите у нас получается в последнее время расширяются какие-то рамки нас не нас наших родителей там в Советском Союзе жесткие рамки загоняли какие-то навязанные моральные ценности были ну были правильные, но были какие-то ограничения то есть то, что было удобно правительству в стране сейчас происходит разрушение всех этих рамок всех этих стен мы скажем так устали от тех рамок соответственно начинаем жить более начинаем жить по-новому но в том числе и устойчивые такие институты и правильные они тоже ну скажем так попадают под вот эти под вот это переосмысление это как маятник он сразу был там отведен в одну сторону его отпустили но он не может сразу в середину вернуться он ну немножко в другую сторону метнулся но постепенно будет выравниваться то есть когда его отпустили этот маятник он сейчас уже он стал свободным ну да есть перегибы поэтому в том числе и в семье если не семья то что в смысле институт семьи это такой фундаментальный основа но он пострадал несправедливо пострадал из-за того что маятник пошел в другую сторону но опять семья там так не говорит все мировые опросы арабские страны американские европейские наши китайцы все говорят не видел ни одной страны в мире где бы семья не была там номер один в семье вопрос если институт семьи в кризисе что может появиться вместо него это свобода 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 что менять партнеров менять семья как это будет свобода никто никому ничего не должен никто никому ничего не должен налоги Игорь твоё мнение а потом мы сейчас подберемся что вместо семьи может быть другая семья концентрация концентрация на себе видимо возможно да не все неправильно 35% это не до второго я наверное репрезентативная выборка потому что в 18-й браке в прошлом я развелся у меня очень хорошее отношение с бывшей женой мы вместе с киндером катаемся на кинках на роликах и здесь цифры большие институт семьи приходит в упадок потому что не потому что он в кризисе потому что отпала в нем необходимость и ярослав ставит не пляж на вопрос если это автор с холостом он пытается вас запутать вместо семьи не обязательно чтобы что-то появилось наоборот было историческое время когда семья была необходима когда женщине было очень сложно в одиночку вырастить сын экономически образовательно защита сейчас девушки самостоятельно они могут сами обеспечить себя ну вот и только зрение самое важное почему такие большие проценты потому что прошлый слайд отмотайте в голове растет скорость жизни и например если два человека в какой-то момент времени жизни находились на одинаковом уровне развития мировоззрения мы на эти вещи смотрим так мы на эти вещи смотрим так про любовь была хорошая очень фраза любовь это не тогда когда два человека смотрят друг на друга а любовь это тогда когда оба смотрят в одну сторону и жизнь ускоряется и кто-то растет вместе со скоростью жизни кто-то обгоняет кто-то идет вперед кто-то встает и по-честному будет как бы не связываться с одним и тем же человеком можно же сохранить хорошее отношение мы просто не мешать друг другу. Если кто-то ушел вперед, кто-то говорит, я не хочу вперед идти, мне так нравится. Ну, честнее, справедливее просто разойдет. Спасибо. Это мы говорим более про личностный аспект, про инстанальный аспект, про организационный аспект. Залей, давайте, я хочу. Защук номер 17. Надо дать отпор ревизионистам. Это то есть. А кто такие? Ну, я в свое время занималась проблемами ревизионизма, но как общество я. Но дело не в этом. Я вот хотела здесь обратить внимание, уважаемые коллеги, на то, что, в принципе, ответы связаны с понятием семейные узы. Не с понятием семья, а именно с понятием семейные узы. Так, фактически, ответ в этом заключается. И что такое семейные узы, даже если мы возьмем их применительно, ну, пусть к двухвековой истории, например, Главской России, Советского Союза, Белорусской, Что здесь можно сказать? Семейные узы, как известно, в 19-м и 20-м веке были связаны во многом, в большинстве случаев, с церковным венчанием или с венчанием в других конфессиях. Вот, когда, допустим, социалистки, эсеры, сестрица меньшевика Дана жили, как теперь говорят, гражданским браком. Кстати, многие из них заключали в мэриях, та же Александра Михайловна, Палантай, Зубенко, это первый гражданский брак в России в декабре 17-го года. Но они были не венчаны, и поэтому говорилось, нет этих семейных уз. И во многом, когда говорили о стакане воды, и так, как Палантай... Зубенко, прошу прощения, почему... Вот я и хочу к этому и перейти. Только давайте сходим, если я историю немножко покажусь. Да, то есть мы практически говорим о том, что понимается под семейными узами, какая форма. То есть это либо вот венчанный брат, как был раньше, гражданский, закрепленный штампиком в паспорте, или нет. Ну и сейчас уже, естественно, однополые браки, однополые семейные узы. И брачные контракты. И брачные контракты, где деньги идут на первое место. Поэтому, вот когда мы говорим вот об этих ответах, то мне кажется, что они социологически несколько некорректны, потому что не определяется сам характер семейных уз. А значит, потом неизвестно, а что вместо них. Вместо брака с венчанием, так мы практически тоже не венчались, но мне трудно говорить, в этом году будет 41 год, где-то социологическое браке. Вот. Поэтому здесь первое, нужно определиться, что понимается под семейными узами, а затем, какая уже оценка. Это первое. И второе, одну секундочку, дело в том, что у каждого поколения в этом свое понятие. И ничего в этом нет плохого. Не будут жить 20-летние, как мы, и они найдут свою форму. И ради Бога, если они будут в этом счастливы. Спасибо. Миша? Спасибо. На мой взгляд, ничего страшного в семье не происходит. И как дела, она в основе любого общества дать им нас остаться. А память, в принципе? Конечно. Вся ситуация, и то, и то, и все там полуэлемы в браке, которых там, ну, ноль целых там, одна из десяти этапов. Хрень здесь сядет. Я думаю, что ситуация восприятия. Мы переходим сейчас вот на этап, где там переходы из так называемой нуклеарной семьи, которая была там, в 19-20 веке, в семью нового формата. И просто, как бы большинство из нас нам же передавали дедушке, бабушке и традиции определенные. Мы еще не понимаем, что нас ждет дальше. Мы можем только предаваловать. Ну, на мой взгляд, ситуация будет сформироваться новые принципы, новые ценности семейные. На мой взгляд, это будет более такой формат договорной, когда практически равным партнерам, а не так, как, например, как было в подночленный век, в нуклеарной семейке. В отношении женщины не было больше. Женщина была дана хозяйством, практически все мы сказали, что занималась домашней, хозяйцин испытывала их все. Ну, вот и все, как бы. Просто мы попарим вот в такой вот. Спасибо. Просто здесь, да, мы меняем само содержание из петра семьи, да, это первое. Во-вторых, на самом деле, это меняется отношение между мужчиной и женщиной. То есть, женщины становятся гораздо более прогрессивными, самостоятельными, за счетом психологии, следствия скоростепенного действия. Ну, опять-таки, вот, там, монополия, не монополия, там, отношения. Временная монополия, не временная монополия. А что бы вы избирали от Голландии? So, what do you think about the institution of family? Is it in crisis? So, essentially, the... the family ties weakened in the last year. Why? Do you agree with the family's God's bunu? Actually, it's interesting because our... the Netherlands have a really individual society. It's really individualized. И в том, что Голландия – это общество индивидуума. Очень важная личная свобода. Но сейчас, потому что, например, ценности нашего здоровья так много, что наш государство вызывает на нас, чтобы начать заниматься более обеспечением наших родителей. А, и вот когда сдержки на здравоохранение очень серьезно выросли, но мы не можем позволить себе такие сдержки, поэтому, пожалуйста, родители, дети, заботьтесь о своих родителях. И они становятся более важными. То есть они не согласны с мнением, что семья ослабла, она говорит, что укрепилась, потому что надо, грубо говоря, детям поддерживать своих родителей, которые требуют там больше содержания, больше внимания, ресурсов на поддержание здоровья. Вы понимаете, что это? Нет, я согласен с Лисея финальной позиции, но я имею в виду другую сторону. Я думаю, что семьи не укрепили, что мы не делали, но мы все равно больше о том, что мы об этом думали, что мы об этом думали. Например, в Франции, когда мы идем в город, в истории, наш жизнь была гораздо больше, в размере. и сейчас у нас много много, что мы об этом думали. Я думаю, что в этом смысле это связано с вопросом. Но я, в моем мнении, очень люблю мою маму, мою брату, мою сестру. Я хочу, чтобы мы начали вот эту роль, перевернуть как то, что мы не можем работать с вами. Друзья... Ваши, это было, более скобленный мир, а сейчас много всего. Поэтому есть впечатление, что они ослабили, хотя он говорит, что я люблю и заботюсь о своих родителях, и это, в Голландии это стандартная индонация. Окей, друзья, и я просто хочу, чтобы мы прошли вот эту вот тему до семи. Женщины, мир стал более диверсицирован, мы опять-таки в этом плане согласны, солидаризируемся с странами ОСС. 83-85 практически у нас единичная позиция, мы такие же, как и они в этом плане. Вот, разинство опять-таки гораздо больше стало, вот, скрайновые тайцы мы там прошли. И вот в отношении, в целом, говорят интересные вопросы по отношению к демократике, потому что это фундаментальный институт Запада. И здесь, вот смотрите, что интересного, та, которая, в общем-то, хороша и плохая для управления страной. Видите, что участники школы в гораздо большей степени считают демократию плохой для управления страны, чем 91% ОСС. Почему? Там следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Грубо говоря, когда я говорю, что это восприятие не только наше. Вот обложка юльского номера «Тайп». Демократия разваливается, это не Советская Белоруссия, это не какой-нибудь «Голос России», там еще что-нибудь. Это американцы сами. Это доклад от Freedom House года о состоянии свободы демократии в мире. Заметьте, где находится глава видео западного демократического мира. Безопасно, случайно. Он в Твиттере сидит. Да. Вот. И это, на самом деле, очень серьезная проблема, и одна из самых больших там озабоченностей, да, что Запад отказывается демократии, которая сейчас находится в проблемном виде. Вот смотрите. Вот кто называется «Люди доверили политикам власть», а в результате получилась сильная рука или там кулак, который на самом деле дробит уже тех людей, загоняя их в некие очень непопулярные решения. И вот пример того, опять из журнала «Икономист». Первый кто человек? Виктор Орбан. Второй? Ордоган. Ордоган. Третий? Я не понимаю. Это Филипины. Филипины. И Путин. То есть, опять-таки, с Чомэ, то есть это вот силовики, как бы сильные руки, да, которые становятся популярными. Сюда еще можно добавить Китай. Вот. И опять вопрос к нам, да. Это благо относительно и не для всех. Давайте начнем с Никиты. Ребята, слушайте. На английском Никита сразу. Очень сложно все вот эти красивые слова переводить на английский. Давай-давай-давай-давай. Я согласна. Так, демократия это относительно благо интересного. Грубо говоря, демократия это такая игрушка, в которой могут играться Америка, Англия, Франция и т.д. Внутри для нас. Даже вы, вот, 36% нас, да, считают, что в самом деле эта система плохая у нас не станет. Ну, не совсем. Начнем с... Вот у нас такое есть смеление, что демократию придумали западные страны. Начнем с того, что демократию не запад придумал, а какой-то грек. Бог знает когда. Ну, и вещи еще. Вот. И это власть вроде как народа. И с тем, что придумал тот грек, я согласен. С тем, что придумал на западные страны и навязали, я не согласен. Поэтому давайте четко предъявимся с понятием, а какой демократии... Что такое семья, что это демократия. Давайте предъявимся с понятием. Слушай, хорошо, что ты панихизский. А что вам? Не-не-не, а что вам? Вопрос следить. Слушайте, вот вопрос. Оксана Лунашевна, да? Послание приходит говорить, мы вообще идем к большей демократии? Или к меньшей? Или все нас устраивает? Потому что мы, как лидеры общественного мнения Пеларуси, да? Прогрессивные, такие хорошие. На самом деле сами. Мы не хотим этой демократии. Потому что она не подходит для нас. Она избирательна. Потому что вот сами те же страны будут делать именно так. Грубо говоря, он прав? Или не прав? Конечно, он прав. Вы говорите в общем обсуде. У меня есть масса аргументов. Он всегда прав. Я не могу ответить и да, и нет. Понимаешь, у нас как раз в автобусе была дискуссия на эту тему, что мы не избираем тех депутатов, которые как бы представляют наше мнение. Так это не демократия. Это дело, что дефицит демократии, когда ты избираешь. Если ты говоришь, что мы же говорим про демократию, здесь написано белорусская демократия. Нет, здесь не написано белорусская демократия. Здесь демократия в общем смысле. Я чего и спрашиваю? Конверт определимся со структанами. Что такое футбол, да? За что футбол? Есть четкие правила. Если что такое демократия, то есть тоже четкие правила. Нет. Абсолютно четкие правила. Если мы считаем, что в России демократия, в Беларуси демократия, в Украине демократия, да? Она своя демократия. Со стандартным термином демократия и основными ее ценностями, я согласен. Но в той интерпретации, которая есть в Беларуси, я не согласен. То есть ты считаешь, белорусская демократия страна? Нет. Да и нет. Вроде как изобразили демократию, но на самом деле... Я спросил Юры Вороховка, да? Получит, чтобы дерево. Есть. Вот твоя рефлексия на эту тему. Моя рефлексия такова. То есть, вот как вот парень говорил, что демократия, демократия. В каждой стороне своя демократия. Давайте посмотрим, откуда демократия пошла. Пу скажем, в США. И вспомнил 39-й год, Америка. Да, мы боремся за демократию. Все отлично, все хорошо. Но наступает, например, вот Трамп пришел на власть, да? Смотрит Евросоюз. Первое там по экономике лекарство Евросоюз. А давайте-ка я поменяю свою демократию в другую сторону. Вот и получается, что в Америке своя демократия, у нас в Америке своя демократия. Потому что мы и пришли к тому, что демократия, которая была изначально, это демократия... Я думаю, что первое, что за предпринимателем, бизнесменом и экономистом, юристом по поводу прошлой демократии. Терри, 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 Терри. Да вообще, критико-дамусь, вописно-будно. Все непонятно. Юра, спасибо большое. Я просто хочу, чтобы все, которые в Москве есть, высказались. Лена Агарома. Да, 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 да. Конечно, конечно. Лена Агарома. Лена Агарома. Лена Агарома. Лена Агарома. Скажите, пожалуйста. Хорошо. Светлана, лучше высказать. Можно позже. Это важнейший вопрос. Мы про демократию. Хорошо. Садов слива. Да, сфер. А это уже моды я высказал. Властную юбидориацию. На эту тему невозможно без презентации. В воскресенье с утра у меня будет презентация. Иван, дай мне свой голос. Про мистернизацию. У меня там отдельные 7 слайдов. Так что... Хорошо. Я считаю, что без ценности жить нельзя. Конечно. И демократия, безусловно, это то, чего нас примет. И когда вас начнут выселять дома, например, или что-нибудь у вас отнимать, вы поймете. Нужна вам вообще представительство демократии или нет? Вот и все. А если большинство решит, что вас нужно выселять? Вот, вот, вот. Вот так и получается. Это не демократия. Это не демократия. Надо говорить о ценностях. Это неправильно. Это теорет. Надо говорить о ценностях. Я за западные ценности, за висернизацию в Беларуси. Это не демократия. А не за жанулирование словами. Жанулирование словами – это прекрасно. А когда человека вы слышали, когда меньшинство защищает свои права, вот там демократия. И демократия вообще основана на праве волоса, на индивидуальных свободах, на частной собственности. Понимаете? Без этого невозможно. Это цельная система. Если большинство проголосует против? Если большинство проголосует за 95% демократов? Ну, да пусть пожаловать тогда куда-нибудь, я не знаю, в флаги. Но такие страны тоже есть. Это бывают страны? Да. Есть люди, которые сами над собой издеваются, а можете снимать конечный аллог. Ставитесь за полетной бумагой, и там очень много будет следить. Типа… Пообщаться. Чего можно заменить правду? Друзья! Друзья, внимание! Друзья, внимание! Определение государства. Государство – это огромная фикция, посредством которой все пытаются жить за счет всех. Демократия плоха потому, что это практический способ технологии реализации этого принципа. А теперь анарко-капиталистическая ремарка. Анарко-капиталистическая ремарка. Анарко-капиталистическая ремарка. Анарко-капиталистическая ремарка. Анарко-капиталистическая ремарка. Любая попытка возникнуть над собой этого самого ремарка, царя, кого угодно, любым способом, демократии, переворотом, плоха ровно потому, что этот ремарк раздвигается. Поэтому, ну, Анкаповское мнение. Нас успешно, 5% населения. Вот почему мы, во-первых, должны знать технологии демократии, опираться на гражданство в обществе. Потому что лудисты Британии были против технического прогресса. Забастовки извозчиков Парижа и Лондона были против автомобилей, 7 лет сдержали, так сказать, придурки, сдержали компьютеры. В Британии и в ряде странах. Вот так и сказал, придурки. На 20 лет сдержали. Это было изображено. Вот почему он сказал. Бизнес. Я говорю, что делать бизнесу? Раз меньшинство. Мы обречены? Против нашего решения он сказал, вот так показал. Мы вот так должны быть вместе и одним голосом говорить с правительством. Ну да, очень интересно, потому что мнение, которое говорит Владимир Николаевич, да, оно противоречит немножко тому, что мы думаем относительно решения проблем страны. То есть, когда у нас, вот вопрос-напросто, да? Обычно люди справились бы с решением проблем страны лучше или хуже, да? Большинство нас, нас считает, что обыкновенные люди справились бы с проблемами лучше. Ну, про это же все еще говорили. А это очень интересное дело. Подождите, опять, очень простой вопрос. А вот, то есть, вопрос от тебя. Вера, пресловутую доярку, которая справилась в проблеме лучше. Андрей Саркубин, что там на поводу новость? Мы тут заслужим тумбой. Номер 21. У вас, конечно, не видно, да. Знаете, я не буду говорить за макроэкономику, я скажу на уровне микроэкономики. Вы пробовали сделать демократию в фирме? Это не просто, не возможно, и уничтожает весь процесс бизнеса, и уничтожает денег. Поэтому в каких-то институциональных системах, да, внутри государства, демократия должна и обязательно должна быть, но только в толковании Ивана Садовского. Он, конечно, в толковании, в конституцию. В толковании того, что мы с вами сходили на выборы, бросили наш голос в урну и забыли об этом. То, что отсутствует во всех постсоветских странах, это последующий контроль за использованием голосов. Кто из нас встречался с депутатами, которых мы выбрали? На уровне местной власти, испубликанской власти. Кто помнит эту фамилию? У нас отсутствует последующий контроль, поэтому идет вот этот вот разрыв и нарушение всех принципов. Николай Александрович, Вы как человек, который работали очень долго с обыкновенными людьми, как Вы можете не спать? Мы когда ехали в микроавтобусе, я немножко принял участие в молодом виду, вспоминайте, прочитайте рассказы из Марка Твера. Там есть пару рассказов, где как будем избирать мэра. Вопрос начался с тобой. Кто сколько даст денег, и кто пойдет на какую улицу покупать голоса? Мы говорим Америка, то у нас через слово Америка, там долг, там то-то-то. А как там выборы проходят? Очень демократично. Голосует миллионов сорок населения, наверное. Не, там, под сто пятьдесят миллионов. Население триста тридцать миллионов? Триста тридцать, да. Менее половины от количества участников, которые имеют промо-волосы, еще меньше голосуют. Да, да, да. Ну, они сами регистрируют. Да, ну, это называется тоже, что президент избран на Соединение Штатов демократично. И потом, и после того, когда его избирает каждую, в этом четыре года он является президентом, а вторая получает каждую, что избрали не демократично. Но проходит четыре года, потом новые выборы. Понимаете? Вы профессионал, вы профессионал управления. Я говорю, что вот вопрос, где кого как избирают. Нет, считаете ли вы, что брандомерные люди справятся лучше, чем профессионалы с провещением родной страны? Вы знаете, что мы, давайте, не будем постоянно говорим, что здесь-то не срез общественного мнения всего. Здесь как раз тех людей, которые здесь присутствуют. Но мы же верим, получается, что мы верим в людей. Выгнаем, выгнаем, выгнаем. Нет, мы, я считаю, что именно те люди, которые, ну, избранные, можно ли сказать, избранные любви, избранные Богом, люди, которые в этом зале, может быть судьба, у них какая быть избранными, вести за собой бизнес, вести общество за собой и так или иначе влиять на те решения, которые принимают избранные представители. И поэтому именно просто население может решить. Оно подсказывает постоянно избранным, так или иначе, как решать все или иные проблемы. Но решить проблемы всей страны, буквально так вот, масса людей, она не может. То есть так иначе нужно быть и квадратным. Почему у нас 53%? Это же понятно, потому что выборы у нас с известным результатом, но все в нем участвуют в выборах. Поэтому, что получается? Если сходить на корпус депутатский, то подобранный корпус средний... Завтра будет депутат, он тоже выскажется. Да, средний депутатский корпус любой, который есть, поскольку он подобран у нас, он будет хуже, чем среднее статистическое население в решении каких-то проблем. Потому что тот, который подобран, он подобран кем-то? Санкт-Петербург, опять. Ярослав, послушайте. И если он подобран, он уже ничего не решает. А тот, кто случайно выбрал здесь, выборка случайная, он, отсталкиваясь от жизни, что-то решит. Вы понимаете, о чем речь? Почему мы не попадаем в Беларусь? Поэтому так. Естественно, если речь вести о демократии, или считать демократию первую, это поведение, свободное поведение человека на основании закона с ответственностью за свои поступки, то, соответственно, мы переходим на тот европейский уровень, и мы говорим, что, естественно, люди, избранные на конкурсной основе, будут решать бесформа лучший вопрос. Ну, это же ясно. Так что, мы здесь попадаем в эту статистическую наружу. Ну, это понятно, что? Я просто хочу вам показать один пример, то есть из наших ответов, опять-таки. Когда мы говорим про то, что мы должны больше совещаться с людьми. Мы все считаем, что нужно больше совещаться с людьми для того, чтобы... Ты можешь искать, на самом деле, но есть же историческая история. Есть судьбы присяжных. И они всегда более справедливые, чем профессиональные судьи, понимаешь? Что ты скажешь на это? Второй вопрос. А почему ты обозвал дояркой среди этого человека? Обычный человек. Обозвал дояркой. Обычный человек в Беларуси – это два больших образования. Вопрос к нашему вопросу. Эти данные потом у вас будут у каждого. Мы очень негативно относимся к институту демократии. Считаем, что она неэффективна, она некачественна, она не имеет отношения или не решает проблему благополучия, благополучия, состояния. Вот это как бы такое отношение. Но, смотрите, что я бы хотел спросить. Вернее, обратить ваше внимание. Это наш следующий. Есть отдельные международные институты, которые должны оценивать, как сказать, они должны влиять на нашу национальную команду. То есть какие-то институты – это БДФ, это Всемирный банк, это ООН, это Всемирная торговая организация, это ОССР. Многие разные. Европейский союз, Евразийский экономический союз. И на вопрос, как они влияют на нашу экономику, мы, видите, ответили. 76% ответили, что, в принципе, позитивно. И у меня вопрос к нам следующий. Вот данные, очень интересная картинка о поведении центральных банков главных мира. США, Британия, еврозона, Япония. И, собственно, это количество денег на счетах, грубо говоря, бумаг, выпущенных центральными банками 2005 года. Если что, было меньше 4 триллионов, сейчас стало почти 16. Вот, когда мы говорим о позитивном влиянии, то есть мы все считаем, да, что вот это достаточно хорошо, да, все эти организации достаточно позитивно влияют. Какое влияние имеет на бизнес, на экономику, на благополучие, на пенсионные сбережения, длинные деньги такого рода поведение? Это вопрос от тех шоков, на которых мы не делаем. Вот, Андрей, насчет, а потом те люди, которые еще не сказали. Причем, заметьте, то есть не только стороны банки, но я бы хотел, чтобы вы подкомментариев в отношении этих организаций. Насколько они хороши, насколько они нам полезны, насколько нам мы быть частью их, более активны, менее активны. А сейчас выступим, и завтра тогда уже не надо будет. Нет, только ты же только один кусок поедешь. Так, сначала про наши старые добрые бумажные деньги. История фальшивом оничества была всегда. Особый очаг, кстати, фальшивом оничества – это наш регион. Мы лидеры, исторически, там 16-й, 17-й, 18-й век. Дальше. Текущее воздействие на экономику. Вот, фактически никакого. Потому что реально никакого воздействия нет. Это никакого воздействия оказалось, ты хочешь нам? Нет. Я словно это все субъективно. Реального воздействия нет. Но то, что угроза пошла в связи с цифровыми и с электронными деньгами, вот тут будет реально море слез. Угроза кому? Кому. И экономике, и сбережению, и инфляции, и всему. То есть фактически фальшивом оничество почти не влияет. Потому что его настолько мизерное количество построит. Тихо, тихо, тихо. Основным, что нам больше страшного фальшивом оничества является государство. Не могу. Производство фиатных денег центральных банков. Нет, так можно. Андрей, я просто поздравить. Вы же говорили про фиатных денег, которые, по-моему, фальшивом оничества печатают на всех. Мы говорим про центральные банки, которые занимаются эрозией денег, которые мы с ним пользуемся. Сколько стоит сегодня, или сколько стоит доллар сегодня по сравнению с долларом 1900-го года? 900-го? Один процент. Хиросат, как же ты... Один процент, два процента. Смешат все воедино. Нет. Так я нельзя использовать слово эршивом оничества. Нет. Шармейн. Шармейн. Да. Я понял, что это шармейн. Игорь Федорович потом разомнет эту мысль. Где вы меня? Обязательно. Но суть-то совершенно в другом, Ярослав. И будет золотой стандарт, не будет золотой стандарт? Андрей, разумеется в этом. Насколько нам нужно активно участвовать и насколько выгодно нам и полезно быть частью вот этих международных организаций, в том числе копировать политику Центральных Банков. Значит, Центральный Банк, да, мы его с тобой хвалили, или там другая, по тем или иным вопросам, но по сути дела Центральный Банк Беларуси, Центральный Банк России, Центральный Банк Украины проводит то же самое, что делают вот эти люди, да, вот эти вот, 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 да, вот эти люди, которые на самом деле являются знаменателем МОН. Мы ничего этого не придумываем. И при этом провозглавим самым еще. Да, 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 причем я не обладаю вообще авторитетом доллара, экономикой доллара, мозгами. Ээээ, технологички, эти компания, вот, и вот это правда не проблема. Насколько нам нужно быть независимым в том, что вот есть вот эти организации международные. Они есть, мы не можем стоять в стороне, потому что их участвуют. То есть нельзя стоять в стороне? Да. Той-той-той. Окей. А что по этому поводу думает Стефанович Пальп? Ээээ... Эээ... 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 Ээээ... Эээ ... Ээээ... Эээ... Эээ... Израиль. Э%он בסкоста безilton. Ээм follgogogoс homicide с입니다. 50 миллиардов или 100, очень малы для того, чтобы противосредствовать всем вот этим людям. Они сильнее, умнее, здоровее... А что, ОБСЕ еще от тебя? Да, ОБСЕ... Организация безопасная. Да, вы знаете, что такое ОБСЕ. ОБСЕ, наверное, выполняет какую-то минимально позитивную функцию маскировки современного конфликта на Донбассе. А вы спросите, я сейчас не шел. Кто там делает ОБСЕ, а он скажет. Что там делает ОБСЕ? Ну да, если есть специалист, как ОБСЕ, пусть расскажет. Нет, по Украине, потому что там ОБСЕ, там по ВИТО. Нет, это отличие, потому что можно потом это обсудить. ВТО, по-моему, сейчас процесс последний год остановился. Наше вступление, которое было... Нам уже шесть лет обещают, что вот-вот, следом за Россией... Смотрите, мы... Кто нам обещает? Это... Мы туда... Танцы вступили с сентября 1993 года. А, смотрите... Вот Леонидович говорит, нам это не надо. Я, может быть, согласен, потому что ВТО, наверное, создавалась как организация свободной торговли. Но сейчас мы можем посмотреть, что каждая страна, вступающая ВТО, представляет заранее, какую элемент потекционизма они дают сохранить, что уже, как бы, несколько противоречит идее свободной торговли. Во-вторых, санкции и штрафы за ВТО... Это несколько же было сообщений за последние пару лет о том, что государства не выполняют как раз-таки требования по либерализации рынка, и ВТО не имеет санкций для того, чтобы их поставить к ответу. А нам туда не нужно. А что тогда сделать там 164 страны? А это демократия Америки. Большинство этих стран... Половина этих стран вступила тогда, когда ВТО имело отношение свободной торговли. Сейчас это, скорее, один из элементов мирового конфликционизма. Это он никогда не миров. Потому что нет свободной торговли. Вот. Видите, вы еще более письме стихи настроили. Я пытаюсь тут. Окей. То есть, на самом деле, вот мы говорим, что если там разобраться, да, то влияние позитивно этих методных организаций, это сомнительное. Ну, единственное, что возможно, это для нашего какого-то имиджа международного будет иметь какой-то политивный эффект. С другой стороны, наверное, политические перемены будут иметь намного более позитивный эффект, чем от отношения всех этих стран. Но об этом почему-то наши власти стараются не очень громко говорить. Вот. Потому что вступление в ВТО, например, со стороны России было, по-моему, очень имиджевым и очень быстро закончилось. ВТО Россия вступила в году в 12-м, наверное, а в 14-м году, сразу после Легарда, у них было чем-то началось срабатывать. Окей. Спасибо, друзья. Кто еще может добавить по этому поводу? Роман, потом... Я... 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 В отсутствие вот этих институтов, которые в том числе предоставляют какие-то, не знаю, кто-то приезжает сюда, да, вот в ад приезжает, что-то они спрашивают, что-то рассказывают. Наши там полканы приходят, что-то у них спрашивают, а как у них у вас это работает. То есть так маленьких людей нет? Да нет, в принципе, факт, что, условно говоря, у нас не Северная Корея, там все всякие люди, ну, общаются с чиновниками, с кем-то в других странах, и происходит какое-то обменование, это позитивно. И вот с этой точки зрения, наверное, что это не замыкание в себе. Окей, я понял. А, Максим? Ну, сначала, ну, следующий, ну, да, делал фальшивомонечество. Но это некорректно так показывают, то есть это увеличение объема надпечатанных денег. Корректно будет добавить снижение кем-то мультипликатора еще сюда, да, то есть эти деньги мы взял укорочивать больше, да, значит, это не столь критично, как, как бы сказать, односторонний здесь показывают. Теперь насчет ООН, Совета Европы и прочих организаций, вы серьезно считаете, что они там ведут дискусс какой-то или обсуждали? У них одна задача за 6 минут выдать свою точку зрения и сесть, все, они не обсуждают и не решают это. Все, 79% нас считают и влияли позитивно. Есть у меня предположение, что мы плохо полили. Лена Шурп, а потом уже перейдем к конкурсу. Лена Шурп, а потом уже перейдем к конкурсу. Лена Шурп, а потом еще нарисуем одну штуку. Я скажу, что Лена Шурп. Сороковый номер Лена Шурп. Очень просто по поводу ООН, что мы теряем экономически, то есть наши затраты, наш взнос в ООН и те деньги, которые получает Республика Беларусь от ООН. Затраты? Маленькие. Доходы? Большие. Все. Ну, тем не менее. То есть доходы? Да, грамма, грамма, помощь. Вот и все. Это примитивная точка зрения, но давайте отбросим политику, давайте отбросим все остальное. То же самое МВФ какую-то помощь финансовую оказывает. Другое дело, нужна ли нам она? Это другое уже дело. Ниша, ты доволен тем, как МВФ инкормирует твою Украину? Да, ну, по большинству из этих международных организаций я могу пройти и дать свою оценку по отношению к Украине. Но по ООН, да, позитив в том, что там заходят деньги разных проектов, гранды по ООН и так далее. Но последние события с Крымом, да, с отжатием плюс событием Донбасса, мы все же ожидали от ООН каких-то конкретных действий. Только резолюции, но, естественно, право Вета России, которые все это обретут на Крыму. Поэтому мы видим, что в решении международных военных конфликтов ООН абсолютно бесполезна. То есть, ну, она как бы никак не меняется. Все понятно? Да, по ВТО, например. Вы чем? Постоянно какие-то там кто-то нарушает, постоянно какие-то компании западные, другие. И необходимо иметь, знаете, как большую юридическую команду, за грамотную для того, чтобы выиграть эти дела. ОБСЕ. ОБСЕ в Украине я знаю три миссии. Они разные выполняют функции. Значит, по Донбассу они выполняют функции только мониторингом. Они просто ездят и фиксируют. Кто там выстрелен, кто там выстрелен. Ну, это все, знаете, как... Она, наверное, скорее всего нужна для того, чтобы, например, для гостей из Голландии, чтобы у них сложить хотя бы объективное понимание, что там происходит. Есть ОБСЕ-программы разные, которые помогают институты их сформировать. То есть, позитивное, негативное, быть, не быть? Ну, с ООН же мы не можем с Беларусью выйти. Мы же были же учредители. Нет, я имею ввиду, что, хорошо, ООН. ОБСЕ для того, что вот Беларусь, вы пользу ООН с МВР. Смотрите, по МВР, да. Мы главный донор МВР. Они за счет нас живут. За счет наших процентов, которые мы возвращаем. Мы больше всех берем в мире. Естественно, мы... Ну, мы их заинтересовываем. Вернее, не мы, они нас заинтересовывают. Но как это влияет на нас? Влияет так, что деньги МВР кладутся постоянно, как бы, для того, чтобы обеспечить золотовалютный запас соответствующий. Но этот запас истекает, естественно, политики используют. ВОЗ, например. ВОЗ, к примеру, осветил реформу медицинскую у нас. ВОЗ, ну, за та система Великобритании, которая в кризисе, сейчас 80 лет, государственная система здравоохранения. То есть, изначально, мы видим, что она будет неудачная, уже не на начале. Да. То есть, на самом деле, посмотрим на историю этих многоорганизаций. Там очень много, например, вот, даже по статье Аргентину, которая находится в кризисе, где 20 лет консультирует МВФ. И то, что она там находится, безусловно, является частью интеллектуального вклада МВФ, Семерного банка, вот в то, что они вернут. Александр. Александр Курман. Ну, я хотел сказать, что у каждой из этих организаций есть, ну, так скажем, доноры, которые финансируют их деньги. Да. Да, там есть эксперты, да, они готовят какие-то свои отношения, решения, но во благо ли национальной экономики? Понятно. Я бы хотел спросить вас о том, что… Я именно переводил. Что это? Что это? Позитивно-негативно для общественных организаций, как ВИГ. Спасибо. 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 . Спасибо. . Без кредитов. Мы найдем деньги. Без кредитов. Спасибо. 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 Спасибо.